МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем привет! Друзья, сегодня я приготовлю яркие, красивые и очень вкусные праздничные канапе. Такие канапе украсывает любой праздничный стол. Напишите мне в комментариях, что вы думаете о таком рецепте. И обязательно ставьте лайки. Давайте начнем готовить! Для приготовления канапе понадобится багет. Его нарезаю на не слишком толстые кусочки. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Из кусочков багета с помощью круглой формочки вырезаю красивые ровные кружочки. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Багет отправляю в разогретую духовку до 180 градусов приблизительно на 10-15 минут. Нужно, чтобы он подсушился и слегка подрумянился. Багет у меня готов. Он подрумянился, стал хрустящим. Багет уже полностью остыл. И теперь буду формировать канапе. Первое канапе я сделаю с креветками. Для начала багет сверху намазываю сливочным сыром. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Помидоры черри нарезаю на кружочки и выкладываю на сливочный сыр. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Для канапе я использую уже вареные креветки. Понадобятся зубочистки. Берем зубочистку. Вот так вот креветочку прикладываем хвостиком вверх к помидору. И прокалываем зубочисткой. Можем вот так снять. И берем еще одну креветочку. И теперь хвостик в другую сторону. Такую возьму. Так. И теперь с другой стороны. И канапе украшаю кучерявой петрушкой. И таким образом я оформлю все остальные канапе с креветками. Следующие канапе будут с красной рыбкой. Для этого к сливочному сыру добавляю мелко нарезанный свежий укроп. Все хорошо перемешаю. И теперь этим сыром намазываю багет. Красную слабосоленую рыбку я уже заранее мелко нарезала. Выкладываю ее сверху на сыр. Эти канапе украшаю кусочком лимона и посыпаю черным кунжутом. И последнее канапе будут с красной икрой. Понадобится мягкое сливочное масло. Я его приложила в одноразовый кондитерский мешок. Взяла кондитерскую насадку маленькая звездочка. И теперь масло отсаживаю на багет. На сливочное масло выкладываю красную икру. Канапе украшаю свежим укропом. Вкуснейшие праздничные канапе готовы. Вот такая замечательная, яркая, красивая, очень аппетитная и невероятно вкусная получилась закуска. Которая украсит любой праздничный стол. А я надеюсь, вам понравился рецепт приготовления канапе и вы их приготовите. А с вами была Наташа Пархоменко. Смотрите мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Обязательно подписывайтесь. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы вовремя получать уведомления о новых видео на нашем канале. Приятного аппетита и до новых встреч!